И вот сейчас рухнул миф о том, что этот человек принимает решения, просчитывая разные там ходы. Казалось, что он не в состоянии их просчитывать. Он принимает решения на основании бредовых идей, которые порождены в его бредовом сознании. Рухнул миф о том, что он везунчик, все может просчитать. И это поняло, это теперь понимает его элита. Они теперь понимают, что он не просчитывает элементарные вещи, которые должен понимать любой нормальный человек. Короче говоря, мы имеем дело с идиотом. И что мне очень впечатлило в этой статье, журналисты Таймс, Нью-Йорк Таймс, они добрались до известных российских деятелей. Политических, общественных, которые выход имеют на элиту, военную, политическую элиту. Они добрались до людей, которые в администрации Путина занимают немаловажное место, включая Пескова, затем Вайна, это шеф администрации путинской, если я не ошибаюсь. И теперь они все говорят как один, что они не знали о том, что Путин готовил эту агрессию. Это очень хороший признак. Это признак, говорит, это мысль, вернее, то, что они говорят. Это та нотка, которая свидетельствует о том, что они поняли, что они попали. Что он их фактически замазал. Они хотят свалить с этого тонущего корабля. И это открывает определенные обнадеживающие перспективы. То есть, хотят подельники, хотят от пахана откреститься. И то, что они говорят, это можно воспринять как первый шаг к тому, чтобы в дальнейшем предпринять какие-то действия. Тут вот описывается один эпизод, когда человек системы, владелец независимой газеты, если я не ошибаюсь, Римчуков. Он часто появлялся на пропагандистских каналах. Но он такой, он не оголтелый. Он очень умный человек. Он всегда умел, но он всегда умел ориентироваться по обстоятельствам. Но в то же время не превращая себя в идиота и рупора Кремля. Так вот, он рассказывал журналистам Нью-Йорк Таймс о том, что накануне буквально, где-то за неделю до 24 февраля, он имел встречу с высокопоставленными военными. И потом он, там ему рассказали. То есть, у них было такое благодушное настроение, они были расслаблены, расслаблены, шутили там, рассказывали, обсуждали диеты, при помощи которых можно сбросить вес. Значит, эти военные рассказывали, что в марте они собираются уехать в отпуск. Он возвращается после этой встречи домой и говорит жене, войны не будет, все будет нормально. И она радостная. Какое счастье, спасибо Бог. Обняла его, за хорошую новость расцеловала. То есть, даже высокопоставленные военные, оказывается, об этом не знали. Но опять-таки, Песков говорит, что он понятия об этом не имел. Вот такая была идея. То есть, журналисты New York Times, опрашивая всех, включая людей в администрации президента, не нашли ни на кого, никого не нашли, кто бы сказал, что он заранее об этом знал. Некоторые сказали, что заметили, что что-то подозрительное только по какому-то воинственному блеску, который появился накануне буквально в глазах Путина. И это все. Но в это время работала разведка. Работала разведка США, стран НАТО. Хотя стран НАТО там, кроме США, я считаю, разведка еще есть более-менее приличная. Ну, приличная. Во всяком случае, с давними традициями. Это британская разведка. Ну, и разведка Украины, на которую, вот, как я говорил, 5-го числа я принимал участие в программе «Свобода слова». Там начальник генштаба ссылался на данные украинской разведки, говорил, что ничего подозрительного они не видят. Это в начале ноября. На это ссылался вновь назначенный министр обороны Украины Резников. Ну, какая разведка Украины? Военная разведка. И СВР. Ну, СВР, ее не видно и не слышно. И судя по тому, что происходило, она мало работала по этому вопросу. Что касается ГУР, то вот на него же и ссылались, как я понимаю. Генерал Шептала и министр Резников рассказывая о том, что никакой, ничего подозрительного не происходит. Но потом, где-то в ноябре же месяце, по-моему, в конце ноября, в начале декабря, начальник ГУР приехал в Вашингтон. Там ему, видимо, все объяснили. И он дал интервью американским же СМИ. По-моему, Вашингтон-Пост, это была статья, в которой там был чуть ли не отчаянный крик «Помогите, иначе все пропало». Что касается американской разведки, то тут смешанная вот оценка в целом, что произошло. Ну, прежде всего, она совершила великую вещь. То есть, она узнала о том, что Россия реально готовится к агрессии где-то в октябре месяце. Причем информация была настолько надежная, они были настолько в этой уверены, что решили предотвратить, раскрыть эту информацию для того, чтобы предотвратить эту агрессию. И для этого дали утечку уже в конце октября в средства массовой информации. А потом с предупреждением о том, что не знают и предпринят контрмеры, если Путин эту агрессию совершит, директор Цюру Бернс поехал в Москву, в Кремль. Но потом, значит, это вот положительно, это великое достижение, безусловно. Мало того, что это, то есть, вы просто вдумайтесь, ближайшие подручные Путина не знали о готовящейся агрессии. Американцы о ней узнали, причем у них была стопроцентная уверенность, а для этого нужно иметь железобетонную просто информацию. Это даже не Зорге, которым сказал там за бокалом Шнапса жена посла Германии или сам посол. То есть, надо тут действительно железобетонную информацию иметь, чтобы пойти на ее опубликование, на раскрытие. Но с другой стороны, значит, как собещается здесь же в этой статье, Путин готовился к этой войне 20 лет. 20 лет. И когда Бернс приехал в Москву для того, чтобы предупредить Путина, но и он встречался с Патрушевым о том, что этого делать не надо, потому что мы предприним ответные действия, Патрушев посмотрел в глаза и сказал, мы хорошо подготовились, мы теперь наравне с вами, никто нас не может остановить, мы сделаем то, что считаем нужным. Вот так они себя оценивали. И Путин был уверен, что он этого достиг. Но то, что расследовали журналисты Times, что на самом деле происходило, то есть, она провергает, она показывает, что Путин жил в мифическом мире, в виртуальном мире, в котором все не так, как есть на самом деле, и он верил в виртуальный мир. Но на самом деле не видела, то, что происходит на самом деле, оказалось, не видела американская разведка. Она верила в то, во что верил Путин на основании фейковых докладов своих начальников. То есть, это получается та же самая ситуация, что была к октябрю 1962 года, Карибскому кризису, когда Крущев пугал американцев, что мы штампуем наши баллистические ракеты как сосиски. Ну, и он настолько убедительно врал, что ЦРУ, но не могло допустить, что глава такой громадной, серьезной страны, как Советский Союз, может нагло и пошло врать. Поэтому, прикинув туда-сюда, все за и против, посчитав, сколько сосисок происходит, и сколько время хвастается Хрущева, не прикинули, что, ну, где-то тысячу ракет баллистических есть, якобы, у Советского Союза. А потом, когда уже не то, что У-2, а уже начали Blackbird самолеты летать разведывательные, это уже после окончания Карибского кризиса, когда все посчитали, на основании реальных данных, оказалось, что этих ракет было всего две. Вот тогда это был грандиознейший провал ЦРУ, но, правда, Пеньковский его ликвидировал, этот провал, подтвердив, вернее, сказав то, что в последующем подтвердил самолет, вернее, данные, собранные самолетом Blackbird. Так вот, сейчас произошло то же самое. Не могла поверить, не могли поверить западные разведки, а вместе с ними их правительство, о том, что король-то голый. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok